Доброе утро! Вы продолжаете смотреть программу «Здравствуйте!» В нашей студии очередной гость Римма Идрисова, начальник отдела экскурсионной работы Музея-заповедника «Казанский Кремль». Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Римма Райфовна, что приготовил Казанский Кремль на февральские праздники? Ну, февральские праздники – это понятие такое растяжимое, потому что сегодня Всемирный день экскурсовода, поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех экскурсоводов города Казани, их более 600, и потом следующие у нас праздники – это 23 февраля, и в этом году мы ждем большой наплыв туристов, потому что будут три дня выходных, и поэтому экскурсовода будет горячая пора, поэтому, конечно же, им здоровье, счастье и хорошее... Терпение! Да, терпение! Ну, а потом они будут создавать образ нашего города вот в эти праздники, а пользуясь случаем хотелось бы в Казанский Кремль пригласить не только иногородних наших туристов, которые приедут, будут действительно наслаждаться нашим городом, но и наших казанцев, и мы, естественно, приготовили для них определенную программу. И традиционно казанцы не ходят по музеям, не ходят на экскурсии. Мы так все знаем и тут живем. Да, вы все знаете, Рустам, все живете. Вы знаете, например, высоту миноретов мечети Кул-Шариф? Да, я знаю высоту, они очень высокие. Замечательная цифра, очень конкретная цифра. А еще, вы знаете, сколько у нас лампочек в люстре мечети Кул-Шарифа? Лампочек в люстре мечети Кул-Шариф примерно столько же, какая высота... Нет, чуть побольше, чуть побольше. Чуть побольше. Чуть побольше. Ассоль, я вот пользуясь случаем, хочу все-таки, чтобы вы и своих мужчин, которых здесь очень много в студии, тоже пригласили на экскурсию по Казанскому Кремлю. Обязательно приглашу всех. Вот, и поэтому у меня, например, когда подруга пригласила своего любимого человека на экскурсию по городу, была действительно удивлена и потрясена, какой у нас интересный город. Поэтому казанцев хотелось бы пригласить на экскурсию, которая так и будет называться «Детективная история по Казанскому Кремлю». Вот так. Да, вот, и поэтому в этой детективной истории мы расскажем, приоткроем завесу тайны, и она будет связана, конечно же, с мужчинами, которые так или иначе связаны с историей нашего города, которые связаны с историей Казанского Кремля. И, например, одним из выпускников нашего Казанского юнкерского училища был Аркадий Францевич Кашко, которого называли не иначе как, как русским Шерлоком Холмсом. Я думаю, для многих казанцев это действительно будет открытие, потому что этот человек, который вывел криминалистику в России на качественно новый уровень, и в 1913 году на Международном съезде криминалистов российская сыскная полиция была признана лучшей в мире. И когда он после событий 1917 года эмигрировал, его приглашал к себе на работу даже Скотланд-Ярд, и несмотря на очень такую, скажем, сложную финансовую ситуацию, в преддверии праздника 23 февраля хотелось бы вспомнить о патриотизме. Так вот, он сохранил этот патриотизм. Почему? Потому что для того, чтобы стать сотрудником Скотланд-Ярда, надо было стать подданным английской короны. Он сохранил российское подданство. Поэтому вот с этим человеком, с другими людьми мы встретимся в ходе этой экскурсии. Она у нас стоит 23-24 февраля. В 2 часа можно будет прогуляться. И кроме того, в нашей страничке ВКонтакте мы начнем розыгрыш на эту экскурсию. А вот ваших, скажем так, мужчин мы приглашаем обязательно посетить. И кроме того, мы хотели пригласить вас на вечернюю экскурсию по Кремлю. Мы расскажем и про высоту мечети, и про лампочки, и включим эти самые лампочки специально для вас. Великолепно. Поэтому приходите. Обязательно, я думаю, наши мужчины придут на эту выставку со своими вторыми половинками. Ну а для детей что-то будет интересное? У нас в прошлом году был очень интересный опыт, когда обратились мамочки из родительского комитета и сказали, мы готовы купить билеты в музей. Это было очень неожиданно. При том, что они очень интересно это сделали. Они купили входные билеты, подарили мальчикам в музей пушечного двора, девочкам, соответственно, купили в центре «Анташказэн». Сейчас у нас такая девчачья выставка там про фарфор. Во-первых, это очень дешево, получается очень лояльно для бюджета. Во-вторых, в любое время потом детки могут прийти с родителями, либо вместе как-то скооперироваться, и таким образом уже посетить музеи. Такой был неожиданный подарок. А вообще, дамы могут просто-напросто отправить своих мужей с мальчиками, сделать им подарки, отправить их, допустим, в музей естественной истории. Там 25 числа состоится научный шок, который так и называется «Папина наука», где будут показаны опыты, и я думаю, они получат все удовольствие. Ой, очень интересно. Спасибо вам огромное, что пришли к нам. Мы так интересно рассказали. Мы обязательно постараемся посетить все ваши выставки. Ждем вас, ждем, да. Ждем вас, ждем.